МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это основа мирового опыта и того опыта, который был у нас уже применен в Российской Федерации, но в других регионах. Основой его заключается в том, что на протяжении двух недель, то есть 29 октября, люди, заинтересованные в приобретении квартир и коттеджей в коттеджных поселках, в новостройках именно Рязани, могли оставить свои заявки на дальнейшее приобретение. Сам проект открывается у нас для всеобщего обозрения 11 ноября и будет проходить всего три дня. Именно 11 ноября в 11 часов будут размещены на сайте мойновострой.рф все предложения, которые сделали наши рязанские застройщики. То есть ориентированы на те условия, которые нужны, собственно, потребителям? Ориентированы на те условия, которые прописали для себя люди, подавшие заявки. Сколько таких людей уже? На данный момент мы получили порядка 160 заявок конкретных. Люди описывают количество комнат, которые они хотели бы приобрести, или же метраж коттеджа, или же земельного участка, и район. Ну, учитывая, что сейчас все происходит в электронном виде, у людей просто нет времени на какие-то лишние встречи, особенно если дом только строится, с фантазией не очень хорошо. То есть представить себе, где что будет, наверное, трудно. Но я говорю с бытовой точки зрения, да, как потребитель? Вы правильно говорите. На данный момент каждая строительная компания проводит определенные акции. И получается у нас небольшая путаница у самих покупателей, заинтересованных людей. Они выбирают, наконец-то доходят до какого-то уровня выбора квартиры. Здесь другая строительная компания выводит на рынок акцию. И у человека опять получается непонятное соотношение цен и качества того же строительства. А как же здесь проверить то же самое? А здесь не нужно проверять. Мы не даем огромное количество квартир, которые сейчас присутствуют на рынке новостроек. Мы даем конкретные квартиры, и это фактически выжимка. Мы не говорим о тысячах предложений. Мы говорим о 60, может быть, даже 40 квартир. И это уже упрощает выбор. Главное преимущество вашего проекта от всех остальных? Получается так, что у людей появляется более-менее, меньший выбор. Но более качественный? Ну, да, конечно. Меньше да лучше? Да. Как выглядит сама заявка? То есть, что мы прописываем конкретно? Ну, и сейчас телезрители зададут многие вопросы, да? То есть, от паспортных данных до того, действительно, сколько комнат и раздельный санузел. Что конкретно мы должны там указать? В первичной заявке, которую оставляет заинтересованный человек, нам необходимо указать только свое имя и адрес электронной почты. Как только мы получаем эту заявку, мы высылаем ответный вопросник, который состоит тоже всего лишь из двух пунктов. Укажите, пожалуйста, количество комнат. И район, наверное. И район. Больше ничего. Все довольно-таки просто. Мы не строим никаких сложных схем, которые необходимо объяснять, что-то еще. Нет, человек прислал, мы ему послали вопросник, он отвечает на вопрос, и на основе вот этих данных уже строительные компании делают свои предложения. Как долго ваш проект, именно руководители вашего проекта, курируют вот всю эту ситуацию? То есть, встретились застройщик с клиентом, дальше у них начались какие-то взаимоотношения. Что происходит дальше? Следующий этап. Дальше происходит подготовка к сделке и сама покупка. Мы не занимаемся техническим обеспечением проведения сделки. Наш проект направлен только на одно, что это площадка, на которой выставлены квартиры с реальными скидками. Мы не вмешиваемся в процесс приобретения, передачи денег, там еще что-то. Нам интересно только то, выявить заинтересованных людей, узнать их нужды и под них уже сделать предложение. Вы сказали, что это будет ежемесячной практикой такой. Сейчас для этого уже все есть? Да, все это уже готово. И, в общем-то, он будет повторяться постоянно в одном и том же режиме. То есть мы сохраним и содержание наших страниц, мы сохраним те же вопросы, на которые люди должны будут ответить. Для того, чтобы не было никакой путаницы в последующем. Наверняка вы проводите предварительную работу с застройщиками, чтобы понимать, что здесь все без обмана, все честно, все надежно, потому что все-таки там стоит ваше имя. Да, конечно. Предварительные переговоры были проведены со многими очень застройщиками. Все строительные компании получили от нас приглашение, тоже в электронном виде, участвовать в этом проекте. Те, кто захотели это сделать, мы от них принимаем конкретные объекты и 11 числа они будут размещены на нашем сайте. Много таких компаний, кто охотно принимает такие предложения? Да, много. А чем они аргументируют участие в таком проекте? А вы знаете, это просто-напросто новый инструмент в продаж. Он в большом смысле сильно не отличается. Но там люди уже высказали свои пожелания по приобретению. То есть нет эфемерных каких-то представлений о том, что мы хотим есть четкая конкретная задача, что купить. Да. Давайте еще раз напомним, 11 числа будет первый день, да, и там будет, скажем так, небольшой бонус для тех, кто уже зарегистрировался, то есть им в первую очередь предоставят информацию. Что будет дальше в остальные два дня? В остальные два дня сайт будет работать в открытом совершенно режиме, его смогут посетить все желающие. И также сделать свой выбор. Хотелось бы обратить внимание на не случайный выбор дат проведения нашей акции. Значит, мы начинаем 11 числа, 11 месяца, то есть ноября, в 11 часов утра. Именно в это время все покупатели потенциальной квартиры смогут увидеть все предложения резидентских застройщиков, которые будут размещены на нашем сайте. А окончание нашей акции мы будем проводить в пятницу. И это по мировым стандартам мы хотим приблизиться к черной пятнице, которая известна для многих покупателей. И думаем, что по уровню предложений наших строительных компаний это будет реально черная пятница, которая будет направлена на удовлетворение тех потребностей, которые ждут от нас рязанцы. Спасибо за эту познавательную встречу. Я надеюсь, что наши телезрители извлекут из нее пользу. Если вы что-то пропустили или не поняли, заходите на наш сайт, где есть все программы телекомпании «Город». Наш сайт город62.tv. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин